Итак, парентеральное питание, время перемен, красивое такое название, время перемен. Что же переменяться начало-то в парентеральном питании? Ну, первое время перемен случилось в 62-м году, когда появилась первая жировая эмульсия, это совершенно понятно. У нас появилась возможность проведения полного парентерального питания. Почему жировая эмульсия? Я скажу, там есть преимущество перед тем же спиртом, которому уже 400 лет, который вводили в Вену. Я не хочу вас убеждать в том, что кормить пациентов хорошо, а не кормить плохо. Здесь собрались те люди, которые эти знания несут в массы, естественно. И понятно, что если пациенты обеспечат достаточно высокое содержание белков и аминокислот, одна из работ, то выживаемость их будет выше. А если низкие, недокармливать и плохо кормить, то выживаемость их пациентов будет ниже. Масса таких исследований уже было, и все об этом знают. Мы знаем цели парентерального питания, которые мы преследуем, когда мы назначаем это самое парентеральное питание. И говоря о том, что лучше и хуже, еще раз повторю, но не лучше и не хуже. Парентеральное питание мы назначаем тогда, когда не можем полноценно или частично обеспечить поступление нутриентов энтеральным путем. Это совершенно очевидно и совершенно ясно. Что из времени перемен? Ну вот 2012 год наступил, поскольку мне сепсис близкое дело, то меня очень сильно удивила вот эта штука рекомендаций, когда оказалось, что не надо вводить полную дозу питания, 500 ккал в день всего лишь в течение недели надо это делать, что глюкозу с центральным питанием лучше вводить, используя питание без иммуномодулирующих добавок. Вот это, конечно, очень сильно смутило, потому что опыт, который был к этому времени накоплен, к выходу этих рекомендаций, он показывал совершенно противоположное. На чем основывались эти рекомендации? Ну, оно основывалось на небольшом количестве исследований, и, конечно, доминирующим и ключевым было вот это исследование Паник. Так, дизайн, которым, я не буду останавливаться, прекрасно вам извести, который был. Точки, конечные для эффективности, вы видите, продолжительность нахождения пациента в реанимации и время до выписки из стационара. Ну, такие, в общем, они ключевые, конечно, точки, по большому счету, правда, но мало что отражает, понимаете, сепсис и выживаемость пациента. От еды он умирает или от еды он умирает, а как бы была хирургия, а каковы были антибактериальные препараты, ну и так масса вопросов возникает вот к этим конечным точкам. Дополнительные точки вы тоже видите и знаете эти точки, выживаемость в отделении реанимации в стационаре 90 дней после того, как пациент был выписан. Что особенного было в этом исследовании, что потом, анализируя его, стали, так скажем, в пику авторам исследований это предъявлять. Оказалось, что большинство пациентов были после операции на сердце, вообще кардиохирургические пациенты, они особенные. Вы помните, начало этого века, работу Грит Ванденберг, которая написала о том, что надо интенсивно контролировать глюкозу, все возбудились. Значит, мы интенсивистов там пришли в негодность и сразу все стали интенсивно контролировать глюкозу. После этого оказалось, что это не очень хорошо. Кардиохирургические больные были, никто не обратил на это внимания, на дизайн исследования, но вот так было. То же самое и здесь оказалось, опять кардиохирургические больные. Большая часть этих пациентов лежала, как вы видите, менее трех дней. Вопрос тогда про пронтеральное питание, насколько оно было необходимо этим пациентам, да, если они лежали в отделении реанимации менее трех дней. С выраженной недостаточной питания исключались, то есть те категории, о которых мы, собственно говоря, и говорим сейчас, это те пациенты, которые нас интересуют. А дальше, большинство пациентов степень тяжести заболевания была умеренной, это были не тяжелые пациенты. Ну, так решили, сделали это исследование. Не показало преимущества дополнительного парантерального питания. Отрицательные результаты не были связаны с парантеральным питанием, как потом это выяснилось, и незначимы. И вывод о том, будет ли более высокая доза полезной или не полезной, результата не было от этого исследования. Но оказалось, что количество инфекционных осложнений у этих пациентов было выше. На основании чего было решено. Не надо проводить парантеральное питание. Лучше им не становилось, а количество инфекционных осложнений у этих пациентов выросло. Вместе с тем, последующие исследования, которые проходили, в частности, СПН, которые были более тщательно спланированы исследованием. Вы видите, какие там цели были при проведении этого исследования. Оно было небольшое, двухцентровое исследование, но тем не менее, 305 взрослых было включено в это отделение. И дизайн его тоже был понятен. Если к третьим суткам мы не достигали требуемой дозы нутритивных нутриентов, то дополнялось это дополнительным парантеральным питанием. Известный дизайн, все о нем слышали. И так что оказалось, в конце концов, мы хотели понять, а действительно парантеральное питание приводит к увеличению случаев инфекции у этих пациентов. Это раз. И второе, там дополнительные точки, вы видите, они примерно такие же смертность, продолжительность нахождения, искусственная вентиляция легких и так далее. То, что нас, собственно говоря, с вами обычно интересует. По результатам вы видите разницу между тем, что получали пациенты, и в белке, и в калориях разница была. Оказалось, что пациенты, которым проводили дополнительное парантеральное питание, выживаемость у этих пациентов была выше, и внутриболичная инфекция количество не отличалось. Сейчас понятно, конечно, да, количество внутриболичных инфекций при проведении парантерального питания связано не с самим парантеральным питанием, хотя это фактор риска, там, жировой эмульсии, а с наличием центрального венозного катетера, который сам по себе увеличивает риски всего, и количество инфекций, и грибковых, и так далее. Вот основная причина-то, там, качество ухода за этим катетером, а не само наличие этого питания. Ну и результат, который был получен. Антибиотики меньше потребляли, среднее число дней без введения антибиотиков больше было у пациентов, которым вводили дополнительное питание. Число инфекций, я сказал, не увеличилось, искусственная вентиляция меньше была, значимая разница между ними, и нет серьёзных нежелательных явлений. Вот, собственно говоря, что надо было доказать. Дополнительное парантеральное питание оказалось полезным. Ряд ещё крупных исследований, которые проходили чуть позже, они тоже показали, что имеет смысл такой подход к нутритивной поддержке пациентов. Вот, я специально выделил вот эту часть, посмотрите, 1,8 миллионов долларов выделено австралийским правительствам. Вот исследования, которые поддерживаются не компаниями, а общественными организациями или правительствам, я им больше доверяю. Ну, в силу определенных причин, здесь взрослые люди, они понимают, о чём я сейчас говорю. И это исследование тоже показало, что раннее питание, парантеральное дополнение тогда, когда это необходимо, оно совершенно имеет преимущество. Итак, сухой остаток. Исследованный паник показано, что глюкоза, введение начала глюкозы в первое-второе дни увеличивает продолжительность нахождения и увеличивает число новых инфекций. Вместе с тем, парантеральное питание при адекватном содержании калорий не увеличивает продолжительность. Следующее исследование. Дальше парантеральное питание в день первый при адекватном содержании калорий снижает продолжительность вентиляции и не влияет на число инфекций Таким образом, отрицательные результаты и паника объясняются только дизайном исследований и полученных результатов Поэтому тщательнее надо относиться и к дизайну, и к оценке того, что происходит Книжка, которой мы гордились в прошлом году, и продолжаем это делать, потому что ничего другого пока, к сожалению, в виде национального руководства нет Конечно, можно массу вопросов задать, кто-то сейчас находит ошибки, где-то несостыковки и все такое прочее, это все здорово и правильно Там должно быть следующее издание, ее надо перерабатывать, совершенно очевидно Но, тем не менее, на территории нашей страны, когда спрашивают, а где почитать, к чему обращаться, а вот обращайтесь, есть национальное руководство по энтеральному питанию Нутритивную поддержку в отделениях реанимации не получает очень малое количество людей, не может получать, вы видите, противопоказаний, их очень немного А все остальное относится к категории показаний, когда это необходимо делать Мы знаем задачи, для чего мы проводим эту самую нутритивную терапию Поддержка, потребность сохранения оптимального статуса, коррекция дисфункции и минимизация гиперкатаболизма и аутоканнибализма Который в огромной проценте случаев присутствует у наших пациентов в отделении реанимации Конечно, питание должно быть адекватным, красивое слово, давайте кормить адекватно Но вопрос возникает, а что есть адекватность и на что мы должны ориентироваться с точки зрения адекватности Конечно, в соответствии с потребностями пациента в нутриентах А ну-ка, попробуй-ка, сделай эту адекватность с точки зрения потребности пациента Как оценить потребность пациента, особенно пациента в критических состояниях, когда происходит полный дисбаланс всех структур, систем и органов А биомаркеры, на которые ориентируются нередко, я уже не говорю про общий белок, на которые тоже смотрят и говорят Вы знаете, плохо кормим или хорошо кормим, альбумин и так далее Они не являются прямими биомаркерами качества или адекватности питания, к сожалению А те методы, которые существуют, они в клинической практике непригодны Давайте короткие альбумины измерять, давайте измерять Только кому мы это измерим и где мы это сможем сделать Конечно же, вот эта замечательная формула с поправками со всем прочим доминирует Но я всегда говорю, пациент, который лежит в отделении реанимации с жизнеугрожающей инфекцией, тяжелый пациент, пациент со свящами и так далее, с большими потерями Да никак он не укладывается в эту формулу совершенно, потому что в ней масса тела, рост, вес учитывается И не более того, и какие-то некие поправочные коэффициенты придуманы 40 лет назад На основании этого, вы помните цифры, здесь люди сидят, которые молодые, но у которых 40-летняя память уже есть 6 тысяч килокалорий, посмотрите, при ожогах предлагалось, перелом крупных костей, 6 тысяч килокалорий Как я говорю, слава богу, никому не удалось ввести такую дозу ни в одного пациента Потому что гипералиментация оказалась таким же предиктором летального исхода, как и недокармливание пациента Все знают, на что ориентироваться, стартовая терапия, с чего начинать у обычных больных Но вот это смущает штуку, посмотреть, потребность белки от 1 до 2, в 2 раза Так сколько же надо, 1 или 2, этому конкретному пациенту, на что будем ориентироваться Вопрос-то помните, какой был, а на что мы ориентируемся, на калории или на белок Наверное, в конце мы ответим, на что надо ориентироваться Конечно, здорово, что к нам пришел опять реинкарнация Это не совсем свежий прибор, вы помните, там давно существовали они, но они стали более компактные Используется, может, в реанимации метаболограф Потому что все остальное никак не годится для оценки пациентов в отделении реанимации Да и к метаболографу отношение должно быть достаточно взвешенное Взвешенное, я бы так сказал, не отрицая его, но взвешенное отношение Применение метаболографов или измерения, прямое измерение пациентов показало, что они совершенно не одинаковые В зависимости от ситуации, скажем, одно дело, когда это плановая хирургия Потери азота, общие энергозатраты, соотношение их вод И совершенно другое дело, когда мы говорим, скажем, о сэфисе или об ожогах Когда потребности в белке намного начинают превышать аналогичные потребности в углеводах И это становится существенно важным для того, чтобы лечить таких пациентов Первыми, кто попытались изменить ситуацию и сделать специализированное питание Гипернитрогенное, так называемое, питание, слово, которое вошло в наш обиход Это были, естественно, компании, производящие энтеральное питание Там проще это сделать И опыт применения гипернитрогенных смесей, в том числе и на территории Российской Федерации Не показывая исследований, уже не одно было у нас сделано Эти исследования, показали, что в ряде случаев, вот при такой категории пациентов Гипернитрогенное питание имеет преимущество Марина Владимировна во втором докладе, она расскажет, как у пациентов онкологических Это имеет, какое имеет это преимущество и почему на это обращать внимание В мире исследования тоже были, которые показали, что если мы ориентируемся на энергию и потери белка И оцениваем и то, и другое, и корригируем одновременно энергопотребности и потребности в белке То результаты выживания у этих пациентов лучше Следующий вопрос, который возник Всем ли пациентам нужно одинаково проводить питание? И в частности парентеральное питание Мы с вами договорились, что категория пациентов, которым проводится парентеральное питание Она не такая обширная, как энтеральное питание Но это, пожалуй, самые тяжелые пациенты, которые очень зависимы от проведения нутритивной терапии Адекватной нутритивной терапии И оказалось, что есть пациенты, которым тоже нужны гипернетрогены В том числе парентеральное питание И первая компания, которая появилась И которая такое питание предложила Это была компания Бакстер Почему, собственно, мы здесь и сидим Которые создали вот такой препарат Он некрасиво называется номер 8 Но это препарат, у которого соотношение калорий и белка И белка Не 1 к 140, как мы привыкли ко всему 1 к 100, к 110 Это оказалось важным и существенным Важным и существенным Компания, которая первая привезла к нам системы 3 в 1 в России И компания, которая первая привезла вот такие специализированные уже Варианты питания парентерального Вот что получилось 1 к 100, понимаете Не 1 к 144, к которому мы привыкли и так считали А питание, которое имеет свою нишу И которая совершенно абсолютно необходима Для наших с вами пациентов Далее Опыт применения этого препарата Публикаций не так много О роли парентерального питания Гипернетрогенов у пациентов Но вот я взял одну из первых публикаций Отдавая, так скажем, дань почтения Классикам Опыт применения Номер 8, 8, 21 человек Мы можем сказать мало, недостаточно Статистически, еще что-то такое Так давайте дальше работать Давайте исследовать И давайте все вместе смотреть И получать результаты Чтобы сказать Через год на РУСПН Сказать, что да, мы тоже это сделали Получили результаты Или противоречащие, может быть Может быть, не так это все окажется Хотя я думаю, что все совершенно верно Оказалось, что применение гипернетрогенного Парентерального питания У пациентов, которым это необходимо Азотистый баланс Так же, как при интеральном питании Коррегируется выше Аутоканнибализм, тот, которого мы боимся Некрасивое слово Уходит быстрее А за этим-то следует Не нарастание органодисфункции Или ее снижение органодисфункции Снижение сроков пребывания пациентов В отдельной реанимации Снижение риска В развитии внутрибольничных инфекций А, соответственно, снижение летальности И, в общем, выживание В конце концов, выживание этих пациентов И что очень немаловажно Немаловажно, что контроль гликемии У таких пациентов Это всегда проблему составляет Согласитесь Парентеральное питание И контроль гликемии Тоже более адекватен, получается При вот таком гипернетрогенном питании Еще одна, так скажем Ключевой момент Который возбудил умы интенсивистов Использование питания Без иммуномодулирующих добавок Как так? Мы спросили в 2012 году Столько лет было посвящено Столько исследований Омега-3 жирной кислоты Рыбий жир Глубоководных рыб Мелководных Каких угодно использовали рыб Все было здорово Все это знали И, в общем, все убеждены в этом И вдруг такая появляется штука Без иммуномодулирующих добавок Мы знаем, для чего были применены Жировые эмульсии Понятно совершенно В отличие от спирта или глюкозы Преимущество есть Мы знаем, что это достаточно Энергетически концентрированный субстрат Который, помимо того, что Это хороший донатор энергии Вместе с тем, вы видите Снижает риски гипергекемии Жировая дистрофия печени Снижает необходимую Для клеточной провелиферации То есть целесообразность Применения жировых эмульсий Не вызывает никакого Ни у кого сомнения Я не хочу останавливаться На эволюции жировых эмульсий Потому что эволюция их была Она связана была с технологиями Без сомнения Возможностями воспроизводства Адекватных жировых эмульсий В конце концов мы с вами стремились К тому, чтобы создать Жировые эмульсии Подобные тому, что происходит В организме человека Не удалось пока этого сделать К сожалению Не получается, как это делает Здоровый человек Но тем не менее Приближение к этому было Ну а по фиозам всего Последнего поколения Препараты, содержащие рыбий жир Смешанные и так далее Структурированные смеси И все такое прочее И естественно было интересно А действительно ли разница Есть между ними Между этими разными препаратами Но если мы посмотрим По жирным кислотам Ненасыщенным жирным кислотам Мы выделяем три класса Омега-3, Омега-6 и Омега-9 Ведь рыбьи Самые жирные кислоты Вы это прекрасно знаете Часть из них Являются мишенью окисления Потому что множественные двойные связи Не очень легко При окислительном стрессе Который непременно У критических больных Развивается Часть из них Начинает Более подверженной Омега-3, Омега-6 Менее подверженной Омега-9 Потому что Она не является Она мононенасыщенная Жирная кислота Это мало этих двойных связей В этой самой кислоте Мы стали понимать Что жирные кислоты Они не только являются Донатором энергии Может даже не столько Основная их функция Они участвуют В целом ряде Во многих процессах Живого человека Они включаются В стенки клеточных мембран И являются Структурной Единицей Этих клеточных мембран Они оказывают Влияние На структуру И функции мембран С точки зрения Работы ионных каналов Рецепторов Типучести Взаимодействия клеток Они участвуют В образовании Или не образовании Цитокинов Интерлекинов И экозоноидов Они влияют На образование Оксидантов В большей или меньшей степени Они влияют В конце концов На экспрессию генов Посредством Нуклеарного фактора КПБ В той или иной степени Модулируя Иммунный ответ То есть жирные кислоты Оказалось Не так бесполезны И не так просты На первый взгляд И мы с вами Тоже знаем Прекрасно Что омега-6 Жирные кислоты Через цикл Арахидоновой кислоты Они усиливают воспаление Они индуцируют Провоспалительный ответ Провоспалительный ответ Который в общем Не всегда Далеко не всегда У пациентов В критическом состоянии Нам необходим И мы наоборот Стремимся Каким-то образом Его снизить Или по крайней мере Попытаться регулировать Все направления В эту сторону Идут препараты Блокаторы Толайк-рецепторов И так далее В том числе Вот и с точки зрения Влияния на питание Если мы говорим с вами Омега-3 Жирные кислоты То через Икоза-пентеиновую кислоту Вы видите Происходит некое Подавление иммунитета Подавление иммунитета Или снижение Провоспалительных цитокинов Но вовсе не Снижение Противовоспалительных цитокинов Снижение Провоспалительных Мы с вами знаем Что теория Цитокиновая теория Которая Там мы Какое-то время Думали Что так оно и есть Что вначале Развивается Провоспалительное Потом противовоспалительное Сирс и карс Образуется В конце концов Пришли к тому Что есть некий хаос И в разные периоды времени доминируют про- и противовоспалительные компоненты. Поэтому однозначно сказать, что сейчас у этого пациента происходит, я боюсь, никто здесь не сможет. Посмотрев на конкретного пациента. Теоретически, да, мы знаем, Сирс и Карс, это так, кто доживать стал до этого Карса, мы научились это делать. Но что сейчас с этим пациентом происходит, большой вопрос. Ну и омега-9 жирные кислоты, алиновые кислоты, которые никоим образом не включаются в энергетический обмен и никоим образом не влияют на противовоспалительные. Вот другой вариант этой схемы. Вы видите место их линолевой, линоленовой кислоты и олеиновой кислоты, которые никоим образом не участвуют в этих процессах. Общие обобщающие действия. Итак, провоспалительные омега-3, полиненасыщенная жирная кислота, противовоспалительные омега-3, омега-9 туда же не влияющие, поддержка врожденного иммуноответа омега-9, угнетение врожденного омега-3 и омега-6. Важно понимать, что биологические свойства жирных кислот зависят еще и от дозы препарата. Это дозозависимое влияние, это тоже очень существенно. Итак, вернемся к нашему пациенту, который в критическом состоянии, у которого мы привыкли, что вот такое гипериммунное состояние, гиперпродукция цитокинов, интерлекинов и так далее, повреждение эндотелия, в конце концов органная дисфункция. Вот он этот наш пациент, вот здесь он так выглядит. Мы понимаем, что длительное применение жировых эмульсий с повышенным содержанием омега-3 жирных кислот может привести к ухудшению состояния увеличения развития инфекции за счет удлинения периода иммуносупрессивного состояния. Потому что вот они, где эти пациенты. А ну-ка давайте здесь продолжать иммуносупрессию каким-то образом, в том числе и проведение парентерального питания. Я не думаю, что это очень полезно здесь это делать, как раз наоборот вполне возможно. Таким образом, да, не буду повторяться работы, я сказал много, и сегодня там полдня было посвящено полезности омега-3 жирных кислот в больных критических состояний. Очень убедительные последние работы были показаны Ольга Игнатенко по поводу того, как это полезно, что сокращается и все проще. Конечно, да, никто с этим спорить не будет. Действительно это так. Но при всем при этом появились работы, которые стали говорить о том, что не всегда омега-3 добавка жирных кислот улучшает состояние пациентов. Или нивелирует то состояние, которое мы видим. И появились работы, правда, это один человек громко кричит на весь мир, кричал, по крайней мере, в 2011 году, о том, что необходимо более детальные исследования, более прозрачные исследования, что дополнительные нужны исследования, чтобы определить категорию пациентам, которым необходимо вводить вот такие обогащенные жирные кислоты. Конечно, да. Мы понимаем, что омега-9, который нигде не участвует, не участвует в подавлении или в стимуляции иммунного ответа, конечно, скорее всего, оно подходит большинству пациентов, без сомнений, потому что не влияет. Но вместе с тем рекомендовать всем подряд, давайте уйдем от всего остального и только будем использовать омега-9 жирные кислоты, я бы не стал. Несмотря на то, что у нас симпозиум компании Бакстер, правда? Значит, конечно же, здесь, у этой категории пациентов в таком состоянии, конечно, имеет преимущество применение мега-3 жирных кислот, вот обогащенных, парантериальное питание с обогащением мега-3 жирных кислот, потому что есть для этого подфизиология. Мы понимаем, что это необходимо. А во всех остальных случаях надо очень сильно подумать, особенно в этой категории. Здесь БАИ стал совершенно рекомендовать такие вещи, как подавление иммунного ответа или влияние на иммунный ответ посредством нутритивной терапии. К каждому препарату есть свое место, и время перемен заключается как раз в том, что мы накопили определенный опыт с вами, и мы понимаем, и знания накопили в мире, и мы понимаем, что разные пациенты требуют разное питание. Один и тот же пациент требует разного питания в разные периоды его состояния, и это очень важно. В этом время перемен, время перемен в нашем отношении к тому, что мы делаем, и мы должны четко, совершенно понимать и ставить задачи, те, которые мы должны решать, исходя из особенностей пациентов. Почему проблема такая? Ну вот я показываю этого хитрого человека, улыбающегося, который дал толчок к этому названию, доказательной медициной. Как я говорю, мы и перевели его неправильно, и поэтому все в хвост и в гриву, доказательная, недоказательная медицина. Эвиденс-бейст – это медицина, основанная на доказательствах. Мы начинаем с вами эксплуатировать теперь новый термин под названием фармакоэкономик, хотя, честно говоря, не сильно понимаю, чем фармакоэкономика отличается от экономики, это общие принципы и очень важная эконометрика. Что считаем, что берем за модели, что считаем, от этого результаты получать будем. Но то же самое с доказательной медициной. Оказалось, что принципы медицины, основанные на доказательствах, далеко не всегда можно применить у пациентов в пациентическом состоянии для их реанимации. Далеко не всегда возможно сформировать огромное, большое, многоцентровое исследование с однотипными пациентами, с однотипными хирургическими операциями, потому что хирургию-то мы не учитываем, она разная, она в нашей стране существует, с одинаковыми препаратами, учитывая, что мы пользуемся разнообразными дженериками и так далее. Попробуй-ка, набери такую группу, чтобы она была статистически достоверна. Я не думаю, что мы дождемся такого момента. И мы все больше и больше получаем ответы не да, не нет, а возможно. Или нулевой ответ. Из огромного количества рандомизированных исследований, которые вошли в рекомендации 2012 года, подавляющая часть не дала никакого ответа. Ни полезно, ни вредно, вот и все. Поэтому идти по этому пути, наверное, конечно, надо, без сомнений, там есть возможность. Но мы с вами встаем на путь все-таки персонифицированной медицины, вот это понятие терагностика. Мы должны вычленять группы пациентов, стратифицировать тем пациентам, которым этот данный метод лечения, в том числе и парентеральное питание, поможет, от тех, кому оно не поможет. И не давать рекомендации на весь мир, давайте всем проводить лечение такими или такими парентеральными смесями. Вовсе нет, другая ситуация. Время переменно ступило в нашем сознании, мы должны к этому идти. Ну, компания Бакстер является поддержкой этого симпозитора, я не могу не сказать про витамины, они должны быть. Но, опять же, всем нужны витамины в отделении реанимации? Конечно, нет. Зачем нужны витамины там, где пациент питается энтерально? Вовсе не нужно тратить на это деньги. И не надо в попу Б1-Б6 через день делать, потому что это бессмысленная вещь, абсцессы, нередкое осложнение такой витаминотерапии. Существуют нормальные современные препараты, которые позволяют это делать сбалансированно и без больших осложнений. Значит, надо тратить деньги на них, потому что в результате получится лучше. Ну, я опять заканчиваю словами этого человека, с чего я, собственно, начал. Голодание населения признак бедности, обеспечение врачей для того, чтобы они имели свой опыт и свои знания, абсолютно необходимая вещь. Я надеюсь, мы к этому придем, собираясь так, обсуждая и раздвигая наши границы, и рассказывая окружающим, в том числе администраторам, о том, как это очень важно. Я вас благодарю за внимание и с огромным удовольствием передаю слово Марине Владимировне Петровой, которая расскажет, а как же в узкой, ну как в узкой, относительно узкой группе пациентов, у пациентов с онкологическими заболеваниями, что там происходит. Есть ли место там для гипернитрогенного питания, например, или жирных кислот, так что, Марине Владимировне, я наступаю. Спасибо.